Приветствую друзья! Из всех многочисленных токарных станков, извлеченных из шкафов и подвалов, один из самых распространенных является станок немецкого производителя Wolfgang, основанного в 1887 году и всегда ассоциировавшийся с очень высоким качеством изготовления. Этот токарный станок размером примерно 4 дюйма на 30 дюймов, Wolfgang, модель LL, был типичным для высококачественных токарных станков, производившихся в 19-20 веках и обладает всеми характеристиками, необходимыми для приличного станка. Съемной станиной с зазором, задней передачей с возможностью нарезания винтов с помощью механизма реверса, составным суппортом и отверстием приличного размера шпинделя бабки. Станок был сконструирован из довольно качественно отлитых материалов, а благодаря массивной чугунной станины обладал хорошей жесткостью и сопротивлением к деформациям. При виде данного станка в представлении о форме и ее временных изменениях появляется некий диссонанс. Ведь станина и бабки полностью соответствуют дизайну конца 19-го начала 20-го века, что очень напоминает станок Лорг Шмидт. А вот суппорт с его угловатыми формами имеет более современный вид. Хотя эксцентриковые рукоятки управления по типу кривошипа опять возвращает нас к тому далекому времени. Честно говоря, когда я впервые увидел этот станок, мне показалось, что это самодельный суппорт, который приделали к заводской станине. Однако же это в действительности оригинальная конструкция. На станке нет никаких цифровых индикаторов по типу лимбов, так как в то время мастера при точении детали пользовались исключительно ручными измерительными приборами, и им они доверяли больше. У станка, кроме своей гитары со сменными шестеренками и трензелем, были еще много интересных дополнений, как, например, перфорированная передняя поверхность ведомой шестеренки шпинделя, которая выполняла роль также и делительного механизма. В комплекте со станком, кроме люнета, шло и приспособление для точного нарезания резьбы по шаблону, а также дополнений для фрезеровки и многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok